Друзья, всем огромный привет, мы с вами продолжаем играть The Outer Worlds, продолжаем проходить, был перерывчик, ну на самом деле вообще, как видели, во всем был перерывчик, во всех выпусках, и я, честно говоря, записал полностью выпуск по The Outer Worlds. Кстати, что это ты запер? Откуда это здесь? Интересно. Так вот, я записал выпуск, два часа записал, как обычно, но потом понял, что в отвратительном качестве, потому что я менял настройки для стрима, там качество графики гораздо ниже делается для стримов, чем для записи, и Outer Worlds выглядел просто отвратительно. Но мы с вами продолжаем, зато я знаю, что теперь нужно делать, мы с вами сможем пройти все это правильно, хорошо, и без всяких косяков. Так вот, мы с вами сейчас находимся около станции, как там, первопроходец, и нам с вами как раз дали задание отправляться обратно на Теру, но в другое поселение. Я так понимаю, что это вот это задание, сигнал бедствия. Посмотрите запись сигнала бедствия у себя на корабле. Ада, привет. С возвращением, капитан. Чем могу вам помочь? Ну, я хотел бы на самом деле посмотреть сигнал, где он. Я получил сигнал бедствия, можешь его воспроизвести? Да, капитан, начинай воспроизведение. Здесь везде внутренности и смерть, повсюду. Пальбас крежет зубов. Безработные! Если вы это слышите ради закона, вышлите нам помощь. Постойте, что? Нет! Нет, нет, нет! Капитан, теперь у нас есть доступ к посадочной площадке Роузвелл. Кроме того, корпоративные протоколы требуют указывать имена ключевых сотрудников во время отправки сигнала бедствия. Список имен в приложении Антон Крейн, Вон Кортес и Орсон Шоу. Орсон Шоу. Окей. И... Я хочу узнать побольше о колонии. О какой части колонии вы хотели бы поговорить? Это Терра-2, Монарх... Аааа, да бог с ними. Ладно, от нее ничего интересного не добьешься, в принципе. Ну, в смысле нет, она может дать информацию, но она сейчас не нужна. И еще один момент. Мы с вами как раз по поводу вот этого нашего Сэма, там как раз автоматона, можем прочитать в компьютере. Да, поиск терминов Сэм. Прочитать первый результат поиска. Не забудь, во время прошлой вылазки в Эмералд Уэйл, ты нашел на свалке списанного автоматона для санитарной электроуборки и мусороудаления. Думаю, будет нетрудно его починить, а заодно установить парочку крутых модификаций. Уже не терпится прикрутить к нему боевые и назвать его машиной для убийства. Чистильщиком. Будет весело. Это Алекс Хортон пишет. Хаторн. Ну, то есть, просто дневник ведет. Стандартная деталь. Бак с мылом успешно демонтирована. Доставка боевой детали бак с кислотой задерживается. Далее. Об этой доставке можно забыть. Деталь потеряна во время транспортировки, в ближайшее время ее не привезут. Но есть и хорошие новости. Собственно говоря, в Эмералд Уэйл деталь отправили на старый склад в Роузвей. Никогда бы не подумал, что вернусь в эту дыру. Хорошо, что тетушка забросила его много лет назад. Подберу ее во время следующей вылазки на обратном пути в Эмералд Уэйл. Уэлл попросил меня вас сопроводить какую-то важную персону. Подробности обещал позже. Ну, важная персона это, естественно, мы с вами. Ну что, отправляемся туда. То есть, я даже не знаю, кого взять. Наверное, возьмем все-таки с вами Парватти и вот этого нового паренька. То есть, у нас появилась новая точка. Тера-2. Роузвей. У меня такое ощущение, что тут без разницы, где мы находимся, планета с одного этого же ракурса. Нужно будет потом это проверить, на самом деле. Давайте, отправляемся сейчас, не будем терять время. Так, Парватти, Викарий. Да ну, оставайся здесь. Я с Феликсом побегаю, посмотрю, что он из себя представляет. Его нужно убрать, его поставить. Погнали. Здесь у нас нет охранников. Мне здесь уже нравится. На посадочном площадке ничего страшного. А, здесь тоже ничего нету. Я предлагаю сразу, не теряя время, отправляться вперед, выполнять все задания, разговаривать с нужными персонажами, благо я знаю, с кем нужно поговорить. Ну, естественно, придется немножко повоевать. Пожалуйста. Освободите дорогу. Препятствование коммерческой деятельности карается штрафом не менее 10 тысяч битов. Он там зацепился немножечко. Так, понятно, мне нужно больше магниток, магничек точнее. Так, секунду, я вот сейчас все здесь заберу? Я не знаю, могу ли я тебе помочь или нет. Шкура. Вот, раптидон. Раптидон-мучитель. Нам вот с такими предстоит посражаться с вами. Дружище, может быть, как-то тебя можно вытащить отсюда, нет? Не, навряд ли. Ладно, хорошо. Застрял, застрял. Нам с вами вот туда. И что, раптидонов совсем нету? А, нет, есть. Тихо. Спокуха. Еще один внутри. Ослепление, слава богу, фуф. Вот сейчас чуть было не отъехал. Да, все в порядке. Опыт из них просто немерено. Так, давайте посмотрим, что сейчас в доме есть. Новый охранник. Новый охранник левых. Прикольно, ладно. А броню брать не будем, она фиговая. Так. Странно. Обычно шмотки обновляются. Но, видимо, у этого охранника... Нет, он просто здесь положено и все. Он заходил в этот дом, чтобы что. Это, кстати, дорогой пистолет. Чтобы что. Здесь заметка. Папа, я пишу тебе на случай, если ты найдешь способ вернуться. Прости, что не удалось тебя встретить. Нас переводят из города. Всех вообще. Не знаю, куда мы попадем. Надеюсь, что у них там лаборатория не хуже, чем Роузвей. Мы ведь отлично работали. Настоящей наукой занимались хоть когда-то. Не знаю, зачем нас переводят. Не знаю, когда мы теперь увидимся. Пожалуйста, очень прошу. Сожги этот дневник. Мне ведь даже название Роузвей упоминать нельзя. По легенде корпораций этого города вообще никогда не существовало. Не хочу попасть в дом. Понятно. Это может быть ее папа, который сюда пришел. И, в общем, не дошел он до дневника. Вполне. То есть, в принципе, здесь больше ничего нет. Он там есть в горах. Ну, какая-то коробка, но не ничего интересного. Погнали с вами сразу вперед. Странно, мне казалось, в прошлый раз здесь было больше врагов. Ну, ладно, бог с ними. Что-что? А, ты типа услышал стрельбу? Не знаю, братан. Сейчас проверим. Давайте все с вами собирать. Потому что это нам по-любому пригодится. Ну-ка. Это все ерунда. Вот здесь, кажется, коробка была. Нет? Нет, показалось. Да. Здесь, в общем, у них, как понимаете, была бойня. И напали на них вот эти вот как раз раптидоны, раптиды. Как там тебя... Да, раптидон. Привет, дружище. Как дела? Все, с меня хватит. Я просто охранник. Мое дело ходить взад-вперед. Никто не говорил, что придется с раптами сражаться. На самом деле, он действительно просто охранник, и ничего интересного не скажет. Что здесь случилось? Врубилась тревога, рапты оказались на свободе, так что я убежал сюда, чтобы между мной и зверьем была стена. А... Что ты делаешь снаружи? А ты как думаешь? Я должен посадочную площадку стеречь. Стоял там на открытом месте. Нормальная была работа. Пока все это не началось. Что еще хочешь знать? Ну... Это ты подал сигнал бедствия. Сигнал бедствия? Отсюда? Черт. А мне говорили, что так нельзя делать. Что, почему? Ну ладно, я просто делаю то, что велено. А подавать сигналы мне никто не приказывал. Ладно, бывай. Ну я говорю, ничего интересного не скажет. Так, и в принципе здесь тоже ничего интересного. Нам с вами нужно зайти в три здания. Как раз в них находятся три важных персонажа, о которых нам как раз сказала Ада. Это первый. Привет. А, бандиты, я полагаю. Будьте так добры, дайте мне закончить, а потом не растягивайте в удовольствие. Пожалуйста. Убейте меня по-быстрому. О чем вы? Разве вы не заодно с теми дикарями, которые напали на лабораторию? Разве вы пришли не ограбить нас и оставить наши тела на съединение раптидоном? Я пришла на помощь. Кто-то отправил сигнал бедствия. А, что ж. Удачи. Похоже, ученый больше не замечает вашего присутствия. Ладно, Орсон, слушай. Хорошо, спасибо. Прекратить разговор. Интересно, если я вот так и поговорю еще раз. Последний раз говорю. Вот что хотели, тролляли. А подожди, подожди, подожди. Я, кажется, могу раскрутить его на... В последний раз говорю, я не бандит. Вы совершенно правы. Для начала напомните, кто вы такой. Меня пригласили для изучения раптидонов, я должен был подготовить коллег к решению потенциальных проблем. И что вы сумели узнать? Они совершенно ненасытные. Их невозможно контролировать. Единственным мотиватором для них является злоба. Никакие исследования не помогут нам ими управлять и даже снизить уровень агрессии. Значит, ваши исследования ничего не дали? Не совсем. Теперь мы точно знаем их уязвимое место. Это голова. Особенно если в нее стрелять. Шикарно. Ладно. Голова, кто бы мог подумать. Возможно, да, такой вывод кажется вам очевидным. Но хотите верьте, хотите нет. У некоторых существ мозги расположены в другом месте. Да, понятно. А чем вы здесь занимаетесь? А сами-то как думаете? Я работаю над созданием устройства индивидуальной защиты. Ну, вернее, пытаюсь. Так, наука. Если провести провод от конденсатора и подключить его сюда, можно обойти цепь, улучшив энергосбережение. Хм, прикольно. Это хорошо, что я качаю науку. Я... Конечно, да. Похоже, так и сделаю. Спасибо. Так, а помощь-то нужна? Нет. А, вернее, да. Хотя... Нет. Возможно. Я оставил схему на складе. Насколько мне известно, начальник службы безопасности их еще не нашел. Готов признать, мне будет спокойнее, если они снова окажутся у меня. Я бы еще, окей. Скажите, а у вас, случайно, нет с собой тюбика термопасты? Ну, честно говоря, нет. Проклятие. Что ж. Удачи. Надеюсь, вы вернете живой невредимый. Надеюсь. Да, все, задание мы с вами получили. Это самое главное. Воровать ничего не будем. Ну, почти. Почти ничего не будем. Я здесь тихонько так взломаю. Клево. Выправка офицера. Ну, это клинок. Давайте быстренько. Тихо, случайно. Быстренько все обшарим. Крупнокалиберный пулемет. То есть, то, что не себе заберем, то сейчас на самом деле быстренько к ним продадим, потому что кредитов нужно просто миллион. Немножко подзаработали. А, вот он. Розовый коммуникацион рум. То есть, комната связи. Точно. И вот он, Антон. Если вы здесь, чтобы меня убить, давайте уже. Или вы не одна из них. А, атаковать. Первый вариант. Правильно. Я здесь, чтобы убить вас. Это забавно. Если бы мне хотелось вас убить, вы были бы уже мертвы. Что? Я, эм... Я Антон Крейн, научный руководитель лаборатории. Так, прошу прощения, если мой сигнал вас отвлек. Я боюсь поддался панике. Сейчас все уже под контролем, честно говоря. Да-да. И под контролем, поэтому вы прячетесь в заброшенном городе, окруженном раптидонами. Пиджаки так часто делают босса. Они всего боятся. Не знаю, можно ли винить человека за то, что он пытался выжить. А, что уж там говорить про явные недобрые замыслы. Чем вы занимались, Антон? Я не могу обсуждать суть работы, которой здесь занимаюсь. Достаточно сказать, что ее важность для меня, ну, для колонии, очень высока. Так-так. Но зачем отменять сигнал бедствия? Мои исследования могут не совсем вписываться в рамки закона, так что я должен соблюдать радиомолчание. Правда, когда тебя используют в качестве мишени, образ мыслей несколько меняется. Мне особенно понравилось, когда ты начал кричать «Безработные!» Я отключил сигнал, как только смог успокоиться. Главная организация не должна знать, что здесь проблемы. Ага, запукивание. Расскажи мне, что здесь произошло, иначе они все узнают от меня. Наш капитан действует из лучших побеждений, честно. Ха-ха-ха. Пожалуй, это уже не навредит. Если я не получу обратно документы, мне все равно конец. Перед нами поставили задачу разработать новую и более совершенную формулу зубного геля. И... Стоп. Так это все из-за зубной пасты? Важность, какие я на ротовой полости сложно переоценить. Я могу продолжить? Ну, давайте. Изучая пищеварительные ферменты рептидонов, мы разработали добавку. Весьма эффективно подавляющий аппетит. Максимально эффективно. Так можно как угодно это назвать, но это всего лишь зубная паста. Диетическая зубная паста. Это не просто диетическая зубная паста. Это лучшая диетическая паста. Зараза такая. Ладно, хорошо, что вы от меня хотите. Несколько часов назад у нас напали какие-то сволочи. Расстреляли в лабораторию, выпустили на волю подопытных животных рептидонов. Если эти кретины доберутся до моих документов, меня даже убивать не нужно будет. Ага. Спасти документы, ликвидировать кретинов, ясно. Проблему с рептидонами решать? Да, только не убивайте матку, если это возможно. Она нам потребуется для восстановления популяции. В лаборатории должен быть газ, чтобы с ними справиться. Хорошо, постараюсь. Документы в сейфе в моем кабинете. Вам потребуется код и ключ-карта. Вход в лабораторию на склоне холма. Если пойдете по дороге, то не пропустите. Пройдете мимо городского... О, всеархитектор. Джеймсон. Он же в старой лаборатории. Что еще за Джеймсон? Мой помощник. Я отправил его забрать метаболические рекурсоры. И забыл про него. Похоже, там полный хаос. Вам стоит немного отдохнуть. Ладно, вы обрекли его на смерть. Вам должно быть стыд. Я его найду. Это бы здорово меня успокоило. Ведь я должен следить за благополучием всех ученых. Окей, окей. Слишком много утрачено. Слишком много черных меток в моем личном деле. И слишком много бумажной работы. Все понятно. Давай, бывай. Я сделаю все. Хорошо. Так, и третий человек, если не ошибаюсь, вот здесь сидит, с которым нужно поговорить. Не знаю насчет документов доктора Крейна, но мистера Джеймсона мы должны найти. Он наверняка совсем один, и ему страшно. Слушай, а ты не хочешь поговорить со мной? Да-да. А что с тобой случилось у Джин Лэй? А, я не думала, что она кажется такой высокой. А ее руки, они такие большие? Хорошо, что можно было загрузиться и поспать. Секундочку. У меня минус еда. Это нужно сейчас как-то поправить. Например, вот так вот. И минус пива. Алкоголь. Я случайно где-то алкоголь, что ли, выпил? А я могу выпить что-нибудь? Просто космос, стимулятор для носа. Нет, это не то, подожди. Пиво. А нормальные напитки есть. Пурпурный сок. Сладкий. Телесный показатель плюс один. Действует одну минуту. Хорошо. Секундочку, что мне это дает персонаж? Проницательность ниже среднего. Штраф при попадании в голову или слабые места не наносится дополнительный урон. Подожди, а почему штраф? Давай-ка знаешь, что я с тобой сделаю? Это потому, что, скорее всего, я что-то выпил нехорошее. Есть ли у меня какой-нибудь энергетик? Вот. Плюс интеллект. Персонаж. Проницательность средняя. Нормально. Все хорошо. Ну-ка, привет. Еще раз. Что случилось-то там у Джун Лэй? Там помните руки, все дела. И вот, проницательность 4. Похоже, ты в нее влюбилась. Что? Нет. Может быть. Я не... Словно кто-то залез в мне в голову и вытащил оттуда то, о чем я еще не думала. Вы представляете, как тяжело найти в маленьком Edgewater Community, кому нравится работать с инструментами? Кажется, ты не уверен о своих чувствах. Нужно подумать, что ответить. Это ведь не помешает тебе работать. Отношения состоят не только из крепких рук и общего дела. Хорошо. Кажется, ты не уверен о своих чувствах. Мы только что познакомились, как это возможно, зная только то, что хочу с ней еще поговорить. Хорошо, ладно. Видели, как все на первопроходце прислушиваются к Джун Лэй? Она такая, это можно починить вот так, они ей доверяют. Ну-то она говорила. Она просто спокойная и знает, что делает. Вот бы мне хоть на половину такой уверенной быть. Ладно, порвайте. Все, хорошо, договорились. То есть мы ее раскрутили на этот диалог. Сейчас мне нужно будет со всеми еще раз поговорить, я это повторю. И последний, с кем нужно поговорить, сидит вот в этом здании на краю города. Во-первых, здесь можно пошерстить, потому что, ну, здесь много всего. На самом деле здесь действительно много всего раскидано. Здесь стоит еще один ученый как раз, Вон Кортес. Привет. Да, нашла ты время к нам заглянуть. Я Вон. Вон Кортес. Ну, доктор Вон Кортес. Но можно просто Вон. Я не шучу. А где ты был во время нападения бандитов? В главной лаборатории? Я дал дыру, когда понял, что слышу не хлопки предохранителей, а выстрелы. Ну, на самом деле, он не бред. Мы здесь торчим, не знаю, несколько часов. Слишком много времени. О, у меня там работа ждет. Так, ни одна работа не стоит жизни. Доктор Крейн с тобой бы поспорил. А вот я... Когда у нас открыли пальбу, я первым унес ноги. Я не успел закончить эксперимент, а я над ним давно работал. Важная штука. Взлетел бы по карьерной лестнице. Понимаешь? А поподробнее... Эксперимент опасный? Не, не, главное не сломать. Но ты и не станешь, правда? Давай объясню. Я извлекал органические вещества из ткани рептидонов. Очень полезные вещества. Извлекал как? Ой, не, мне лучше не знать. В некоторых социальных ситуациях, личных ситуациях, когда тебе хочется улучшить свою привлекательность. Так, так. Потрясающе, даже не сомневаюсь. Теперь ты скажешь мне, куда нужно идти. Ладно, тебе придется выразиться яснее. Говорят, что мускус рептидонов помогает быстрее подружиться. Делает тебя... Соблазнительнее. Афродизиак, в общем, я понял. Да, афродизиак, значит, и как работает? Результаты в пределах допустимой погрешности. Технически. Конечно, конечно. Наша лаборатория к югу отсюда, вниз по дороге. Я не про старую общественную. Наша дальше, она встроена в гору. Антон рассказал мне о другой лаборатории. Только не говори Антону, ладно. А то он как на иголках сидит из-за этой лаборатории. На длиннющих таких иголках. Я понял. Моё оборудование на нижнем уровне в самом конце. У меня там большая секционные столики и всякое такое. Аппарат работает уже давно. Хватай результаты и принеси их мне. Ладно, хорошо, я смотрюсь, когда буду в лаборатории. Угу. Ну и в принципе, если не ошибаюсь, здесь всё. Можно оправиться дальше. Кстати, насчёт улучшения привлекательности, который говорил Бон. Он же пудрил на мозги, да? Ты хочешь улучшить привлекательность? Тебе не повредит. Если бы мне пришлось сутками глазеть на эти жёлтые стены, я бы уходил... Да ладно тебе, прям. Стены как стены. Ладно, сейчас придётся пострелять. Короче, местечко тут весёлое. Никогда не знаешь, что запомнится, когда выходишь из города. В этот раз псиды. Псиды слабенькие, в принципе. Чё, один, что ли? Прикольно, из-за того, что я вот так и забил с одного выстрела. Остальные псида даже и не увидели меня. Круто. А здесь у нас с вами... А вот это интереснее. Это раптидоны. Ослепил, отлично. Это босс, как понимаете. Ребята, может поможете мне? Вы сделали. Вы справились, точнее, блин. Вы серьёзно? Это вы же справились, да? Класс. Мне кажется, я справился. На самом деле, они выносятся на раз-два. И вот мне от них нужна помощь, чтобы они просто помогали стрелять. Чтобы немножко накидывали дополнительного урона. А вот брони у них совсем мало. То есть с этим нужно что-то делать. Скорее всего, броню им улучшать. Я вижу его. Не знаю, как-то там эксперимент делают. Проводят. Всё хорошо. Ещё где-то кто-то. Спокуха. Ребят, помогай. Всё отлично. Вау. Вы-то здесь откуда? Попал. Ещё один. Где кто? Вижу. Ещё в кустах этих волосометишь. Класс. Десятый уровень. Давай подлечу. Так, секундочку. Навыки. Что мы с вами возьмём? Общение. Да пускай будет... Да нет, не общение. Подожди. Скрытность. Давай сюда пятёную вложим, чтобы по 40 было скрытность и вскрытие замков. Даже чуть-чуть побольше. Вот так вот. Ну, то есть по умолчанию я имею в виду. И продолжим качать вот здесь вот инженерию. Всё хорошо. Принять. Люблю я, когда всё это можно отремонтировать, убедить. А вот тут я не знаю, честно говоря. Максимум шкалы тактического замедления нет. Урон, когда в отряде больше никого нет. Нет. Скорость ходьбы. Да я в основном бегаю, хотя можно и скорость износа оружия и брони на 25% меньше. Вот это на самом деле хорошо. Это реально круто, потому что вот даже сейчас это будет очень полезно. Кстати, там и у Феликса можно добавить им, например, урон. Сопротивление. Да, хорошо. Порвать. Подожди, я забыл посмотреть, что вот это такое. Тяжёлая рука, урон в ближнем бою. Нет, именно сопротивление. Чтобы их меньше убивали. Всё окей. Нам с вами вот сюда. Я, правда, не знаю, с какой двери лучше заходить. Но без разницы мы сейчас с вами сохраняемся. Причём сохраняемся на улице. Тихо. Клинок охраны. Фигня. Ну-ка. Блокировка с дверей. Сообщение. Портер. Нужно сменить код на замке оружейной комнаты на складе. Сделать его настолько сложным, чтобы Орсон больше не мог туда попасть. И на этот раз нигде его не записывать. Головой надо думать. Портер. Итак, а если в таком порядке? Один, два, три, четыре. Вроде неплохо, спасибо. Мы с вами получили только что пароль. Я забыл, что он здесь. Плазменная винтовка. Это дёшево. Это нам не нужно. Вот это всё с вами забираем. На самом деле, вот мусор прикольно продавать. Вроде он стоит столько же, как там всякие винтовки и прочее. Но просто вот столько набираешь. Что потом можно выгодно загнать. Ключ карты от кабинета лаборатории Клео. Я, честно говоря, не помню, откуда это. Нашёл торговый автомат где. А, вот он стоит, господи, я его не вижу. Так, скинул весь мусор. Я не знаю, здесь что-то есть где-то или нет. Тихо, вижу. Это мой опыт. Есть, отлично. Отрубай. Я получил за это опыт, нет? Враг убит 900. Да вроде получил. Здесь, по идее, больше ничего интересного не должно быть. Сейчас я вот такую мелочь всю золотаю. Идём дальше. Отсюда кто-то кричал только за секунду. Ах ты, господи. Кто-то снял блокировку? Да, я только что снял. Привет. Джеймсон, что? Так, подождите, я вас знаю. Это ведь вы устроили хаос в Эммертвейл. Как вы сюда попали? А как ты меня узнал? Мою фотку, что ли, же, заслали? Сначала пришлось убить рептидонов, потом подняться по лестнице, а там... Нет, нет. На животных мне плевать. Но что же с входной дверью? Это выпьющее нарушение протокола. Как вы вошли? Ты сейчас задеваешься? Если честно, большую часть работы над дверью проделали рептидоны. Кажется, они не умеют пользоваться замками. Проклятые твари. Ну, зато теперь я свободен. Встретимся в городе. Что? Береги себя. Ну, ладно, хорошо. В прошлый раз я там другие варианты ответа выбирал. Ну, можно, значит, и так. Хорошо договорились. Сейчас все это милость собираем. Ну, типа, ладно. Эту задачу выполнили. С Антоном потом поговорим. Погнали дальше. Даже проще получилось и быстрее. Итак, нам с вами нужно пройти вот сюда по заданию, да? У меня даже задания не выбраны. Безнадежные внутренние помещения. Да нет, это не то. Секундочку. По пятам, молот вулкана. Да без разницы. Пускай будет сигнал бедствия, добычи, чертежи, оружия. Но, в принципе, нам с вами вот сюда. Или бы вот сюда. Прикольно. Странно, на самом деле. Но нет, сюда. Там как раз у нас с вами есть тайный проход. И через него попытаемся войти. Секунду, я правильно двигаюсь? Ну да. То есть вот так вот через тропинку. Там тоже есть как бы дорога, постройки, всякие разные сволочи. Там схемы, да? Ладно, потом. Нужно быть аккуратным, потому что здесь тоже живки может быть очень много. Кстати, тогда поменяем винтовку. Нужно верстах найти, винтовку отремонтировать, немножечко улучшить. Потому что что-то, мне кажется, она не в лучшем состоянии у меня. Тихо. А это просто обломки какие-то. Ничего интересного. Так, вот это уже... Вот это интереснее. Обшарпанный автоматон. Спокуха. Я просто боюсь, что если сейчас выстрелю, это привлечет ненужное внимание. Ну ладно, попробуем. Вот. Это совершенно другое дело. Я его оглушил. Фиг, я так попаду по нему. Отлично. Хорошо. Фига, у него там броня. Если я хочу, такого обшарпанного как-то с автоматоном. Все? Все, отлично. У меня небольшая контузия, но не страшно. Я надеюсь, что это не травма никакая. Ну-ка, персонаж. Твердость духа, проницательность, сила. Со мной все хорошо. Подожди, репутация, подробности. Сотрясение мозга. Снижает все показатели, измедляет скорость атаки оружием. Я думаю, что она пройдет рано или поздно. Это из-за того, что рядом со мной взорвалась. Черт побери. Рядом со мной взорвалась эта самая мина. Что? Думаю, внутрь можно попасть через... Ох ты. Ты просто гений. О, сколько зимних новых ароматов за один день. Да не говори. Стоите здесь. Я сказал, здесь стоите. Я уйду. Сейчас там будет весело, по идее. Спокуха, перезарядка. У меня не проходит... Это самое. Красавчик. Сотрясение не проходит у меня абсолютно. Может быть с уровнем пройдет, не знаю. Держи. Все хорошо. Давай за мной. На моем пути. Интересно, а здесь нигде нету верстака? Мне здесь ничего не нужно, в принципе. Хотя броньки здесь порой неплохие продаются. Прям очень хорошие. Ладно, давайте продадим. 3200. Это вроде нужно для задания, я правда не знаю, где использовать. На контейнере имеется надпись «Раптагон». Тетя Клео. Гарантированно обезвреживает даже крупных рептидонов. На срок не менее 6 часов дезинфицирует и обладает приятным освежающим ароматом. Запахом. Если придумать способ подачи газа, то та канистра окажется очень полезной. Давайте возьмем. Я не знаю, зачем это нужно. Ну, за вот это ладно и выясним. Потому что в прошлый раз я этого не сделал. Я надеюсь, что все-таки сотрясение пройдет рано или поздно. Стой. Нормально. Ай, хорошо вышло. На, держи. Это прям очень круто сейчас было. Я вот туда на самом деле не ходил. Мне кажется, это там где-то нужно использовать. Ручной пулемет можно разломать. Там, как видите, их очень много. И это босик. Или это королево даже. Самка. Скорее всего, где-то нужно использовать эти газовые баллоны. Может быть там, не знаю. Потому что они здесь везде раскиданы. Вот это второй. Дальше тут сообщение. От Агарвал. Итак, кому? У меня для тебя, Ханс, у меня для тебя хорошие и плохие новости. Начну с плохих. У нас завелись шпрессы. Ну и погрызли всю проводку. А теперь о хорошем. Мои молотоги феста разгромили твоих рейнджеров Фрицао. Тебе принести какую-то трепикольную пасту от тети Клео со сладким вкусом победы, чтобы перебить горечь поражений. Но это тузбольная команда. Ханс, прошу, объясни мне, что за откровенное безобразие я сейчас держу в руках? Я о документе, разрешающем перемещение репродуктивной самки рептидонов в главный зал, который подписал ты. Во-первых, конструкция наших капсул не рассчитана на содержание в них бешеной самки рептидонов. Во-вторых, у рептидонов чрезвычайно развиты инстинкты защиты своей территории и потомства. Надеюсь, я оперирую достаточно простыми слагаемыми. Насколько я понимаю, у тебя проблема с арифметикой. Раз уж ты до сих пор не решил простую задачу, репродуктивная самка рептидонов плюс капсула для рептидонов равно смерть. С уважением, Гейл. Секунду, я не доложил. Ну, в общем, сами все понимаете. Ладно, погнали вперед. Я не знаю, что с этой самкой делать, а скорее всего думаю, что это какая-то важная информация по поводу того, что ее туда переместили и того, что здесь произошло. Привет, Кассандрочка. О, замечательно. Ты в меня не стреляешь. Это хорошее начало. День был непростой, так что сразу к делу. Да, материалы Крейна у меня. Нет, я их не отдам. Прости, если разочаровала. Но на самом деле, впервые слышу о Крейне. Думаю, это не имеет значения. Или тебя послал Крейн, или ты из падальщиков, которые только и ждут, когда я проявлю слабость. Давай договоримся. Я хочу жить. А ты, наверное, не прочь заработать. Помоги мне отсюда выбраться, и я тебе заплачу за труды. Ага, почему ты здесь? Потому же, почему и ты в какой-то степени. Думаю, до нас дошли одни и те же слухи. Тайная исследовательская база, заброшенный город, почти никакой охраны. Но я не бандит, в отличие от тебя. Ой, брось. Я не убеспеченных путников сокровища отбираю. Я краду корпорации и ее секреты. Так, скажи мне, что тебе нужно. Первое, что потребуется, ключ-карта от моей двери. Потом нужно расчистить путь отсюда. Так-так, есть два выхода. Быстрый через главную дверь, но там полно охраны клео. Если не хочешь стрелять, попробуй договориться. Ага. Мы могли оттуда зайти, действительно. Другой путь через погрузочный отсек. Но тогда придется сначала избавиться от раптов. Тогда я смогу проскользнуть незамеченный. Антон боялся, что ты сбежишь с материалами. Кретином всех называл. Кретином всех называл. Мне нужна хорошая причина, чтобы рисковать жизнь ради тебя. Ну, ладно. Ладно, я на самом деле тебе помогу, потому что сейчас все остальные типы разговоров ни к чему хорошему не приведут. Ты и моя первая дочь за весь день. Спасибо, я перед тобой в долгу. И хоть там у Антона сейчас перекрести... Ну, как бы закрылась возможность отдать ему документы, на самом деле все будет хорошо. А что я получу-то, если помогу тебе? Ничего, что выходило бы за пределы способностей наемницы. Вроде тебя. Дурацкий какой-то ответ. Я могу говорить охрану уйти, но твоим людям нужно их выпустить. Ты на самом деле думаешь, что я их вот так выпущу? Чтобы они могли перегруппироваться и устроить еще один штурм? Забудь. Я не могу сейчас с тобой спорить. Если ты горишь охрану не открывать огонь, мои люди тоже будут вести себя тихо. Хорошо. То есть у нас с вами все будут живы-здоровы. Окей, я вернусь. Не спеши. К счастью, я никуда не собираюсь. Договорились. Я это и так вижу. Так, легкие боеприпасы. Так, мелочь всякая. Точно. Здесь у нас с вами находится... Никогда бы не подумал, что скажу это на босс. Даже раптидоны не заслуживают такого. Да ладно тебе, брось. Нормально все. Вихревая булава. Чего? Это что такое? Я раньше не видел. Одноручное ближнего боя. Нока. Феликс. Дэвид, я тебе дам? 242 урона в секунду. Пускай у него будет, договорились. Это заберем. Здесь. Смотрите, наука 40. Повторить калибровку. Это как раз тот самый механизм, который нам позволит получить афродизиак. Завершить эксперимент. Аварийная ликвидация образца. Показать журнал эксперимента. Запись. Пока что излечение мускуса осуществляется успешно. Уровень давления остается постоянным. Разнообразие образцов не выходит за допустимые рамки. А мне так казалось, что рапты снаружи плохо пахнут. Когда их вскроешь, остальные сотрудники стараются держаться подальше от моей лаборатории, пока я не закончу. Так, минуту. В зале что-то происходит. Включилась сирена. Наверное, опять учебная тревога. Надо сходить и проверить. Ну, мы с вами можем повторить калибровку. Результат 50 мг мускуса ратидона. Спасибо, что используете оборудование Calway. 500 опыта. Еще 6750. На самом деле, здесь вот благодаря этому так быстро прокачиваешься. Это просто супер. Давайте, взламываем. Это мне не нужно. Это забираем. Здесь что-нибудь? Клинок? Ерунда. А вы просто препарированные, да? Ну да, здесь ничего такого. Так, фигня всякая. Я как-то сюда даже не заходил. Раптигон? Чего? Погонщик для раптидонов? Наверное. Ну, в общем, как-то он из них добывал все это дело. Непонятно, как здесь не показано. Все, хорошо. Пойдемте туда. Ты стой пока что здесь. Здесь, если не ошибаюсь, на нас больше никто нападать не должен. Ты не агрессивный? Хотя нет. Все, я помню. Привет. Бывай. Здесь бандиты, которые больше на меня не нападают, потому что... Я могу это взять? Пурпурная шипучка? Могу. Это вино. Вино мне не нужно. Алкоголь здесь понижает влагу в организме. Ожерели. Прикольно. Бандитам вообще пофигу. Еще шипучка. Шипучку можно выпить? Давайте проверим. Где она там у нас? Пурпурная. Вот. Пурпурная шипучка? Повышает? Да, повышает влагу в организме. Быстренько сейчас все продадим. Оружие продать. Я нашел гемет. Прикольно. Раньше я его не находил. Это реально круто. А жерель я? У него очень хороший урон. Ближний бой будет помогать. Привет, Портер. Да ладно тебе прям. За драка меня держишь. Я наблюдал через камеры. Вы с главной бандиткой очень мирно беседовали. Где ты камеры взял? Скажи мне. Кажется, нам нечего друг друга сказать. Тебе лучше отсюда уйти. Медленно и тихо. Да, да, да. Как же. Полегче выслушай меня. У тебя одна минута. Время пошло. Ну, в общем, я... Убеждения сорок. Ну, вот именно для этого мы все это с вами качаем. Я убедил Кассанру отпустить вас. Лаборатория разгромлена. Персонал наполовину перебит. Ты убедила ее отпустить нас? Учитывая все, что было сделано, мне не очень хочется идти на компромисс. Ага. Как же. Оглянись вокруг, разве не достаточно смертей? Я должен верить, что все, что мы сделали, было ценно для компании. Для Дока Крейна. Это должно оправдывать ошибки. Да ладно тебе. Антона больше заботит, что он думает о компании, а не вашей жизни. Единственное, кого Док Крейн высоко ценил, это Джеймсон. Наверное, он просто не умел с людьми общаться. Но мы здесь, а его рядом нет. Впрочем, лучшего решения не вижу. Ладно, черт побери, мы отступим. Все, эти уходят. Мы с вами... А, это бандиты здесь валяются. Командир корпораций. Прям жесть. Ну ладно. Немножко битов. В принципе, ничего интересного. Шипучка. Так, по мелочи. Это вскрыть нельзя. Тут она с вами не нужна. Возвращаемся к ней, потому что, типа, все. Мы договорились. Для нее путь расчистили. Единственное, что осталось, это документики с нее сдернуть. Точно. Жалко, сохраниться нельзя. Сейчас бы не косякнуть. Еда, вода, отдых. Но с вами нужно зайти с той стороны. Отсюда не попадем. Что здесь? Да, отсюда все верно. Тихо. Собака. Да чтоб тебе пусто было. Попал. Да, это то, что ты получил. Я думал, вниз побежит. Давай, перезаряжай. Отлично. А это вообще заглючил. Есть, отлично. Как будто бы ты мне помогал. Ну-ка. Так, по мелочи. Вот бабок тут, конечно, прям очень много нужно. А для того, чтобы бабки собирать, нужно выполнять либо А-задание, либо собирать вот это все и продавать обязательно. Вроде здесь больше ничего. Ну что, милочка. Выползай. Наконец-то. Так. Впервые меня так радует вид открытой двери. Угу. Надеюсь, тебе удалось расчистить путь. Да, путь для тебя свободен. Постарайся, чтобы мне не пришлось об этом жалеть. Погоди. У меня к тебе есть несколько вопросов. Спрашивай. Время у меня навалом. И что ты собираешься делать с этими документами? Продам их, конечно. Мне писанина безумных ученых не нужда. А вот тому, кто дал наводку, очень даже. Это если я выберусь отсюда живой. А поскольку моему кораблю конец, придется идти пешком. Надеюсь, мне повезет. Буду решать проблему по мере появления. Почему? У меня такое ощущение, что она захочет ко мне на корабль прийти, потому что я этого на самом деле не знаю. А, путь для тебя свободен. Постарайся, чтобы мне не пришлось об этом жалеть. Как тебя угоразило в это влезть? Ты ведешь себя так, будто корпорация, твой мозг, твой враг, пардон. Чем она тебя тогда стала? Ну давайте вот это, действительно. Чем она тебя тогда стала? Мы с самого рождения должны повиноваться, не задавать вопросов, не надеяться, не мечтать ни о чем свыше того, что нам отмерено. Ага, корпорации хотят, чтобы мы трудились с рождения до смерти, но им плевать, как мы живем. Ладно, путь свободен. Во как. Большое спасибо. А теперь, если ты не против, я покину это под надоевшее мне место. Вообще-то я немножко против. Подожди. Ммм, я не спасаю жизни бесплатно. Хорошо. Нельзя доверять тем, кто работает бесплатно. Да, да. Особенно тем, кто работает платно. Да ну, Кассандра, подкинь хотя бы что-то на помощь сироткам. Сиротки. Теперь вы себя так называете, а? Вот. Никто не скажет, что я не благодарю за сделанную работу. Но, все-таки тебе придется отдачить эти документы. Неужели? Пожалуйста, скажи, и зачем же мне такое делать? Я забыл, что у меня сотрясение мозга. Ладно, убеждение 31, этого достаточно. Оно влияет на уровень запугивания и прочего. Ты ведь не хочешь, чтобы за твою голову назначили награду? Мне все ясно. Не хочу провести остаток жизни, постоянно наглядываясь и ожидая, что за мной придет какая-нибудь наемница. Вот, держи чертовы документы. Скажи Крейну, пусть поддавятся ими. Ликвидируйте бандитов, разберитесь. Хорошо. Ты все правильно делаешь, до свидания. Шура отсюда. Так, с этим разобрались, бабки вытрясли, вытрясли документы, то есть оно вообще ни с чем осталось. Ну, с жизнью, со свободой, нормально. Все, пускай идет. Дальше, поговорите с Антоном. Разберитесь с раптидонами. Не обязательно. А где я должен разобраться с раптидонами? Вот там есть какие-нибудь раптидоны? Я просто не знаю, что это там за место такое. Ну что, я так понимаю, что, смотрите, вот там как раз три коробки. И, возможно, то, что туда нужно что-то поставить. То есть, как раз то, что мы с вами собирали. А вот там терминал. Матриарха просили не трогать. Так, ребят, стойте здесь. Я пытаюсь, попытаюсь, точнее, прокраситься, если получится. Инкубатор раптидонов. Инкубатор раптидонов. Тихо, спокойно. Ладно, нормально. Посмотри, какая огромная смазать. Мы туда не пойдем, правда? Я бы с удовольствием сюда не ходил, но, как видишь, мне приходится. Стойте, пожалуйста, где я вас оставил. Кстати, а это что такое? Просто камеры какие-то странно. Вроде меня не заболели. Ребята, стойте, где стоите. Пожалуйста, только не ввязывайтесь в бой. Видишь, там еще один спит. А, нет, ходит. В принципе, это хороший шанс. Пока он уходит. Давай, 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 давай. Давай быстро. Продудь газ. За обычную продувку, пожалуйста, известите сотруднику помещения, что страховка ТЭКЛЁ, касатель смерти травм, не покрывает расходы, там все дела. Прижиматься там. Тихо. То есть, это должно было... ...расправиться со всеми, да? Она живая или нет, мне интересно, секунду Меня же просили самочку не убивать Матриарха Она живая, она просто уснула А вот этих, да, этих накрыла То есть, в принципе, с ними мы справились С разбойниками справились, с этой поговорили Точнее, вывели ее отсюда Никакого такого громадного конфликта здесь не устроили То есть у нас с вами никто не умер Ни одни, ни другие Можно и самим выходить Так, секунду, это... Ты кто, Лилин? О, привет Это я тебе, Касс говорила? Возможно, ты из ее отряда Да, так Меня здесь оставили, чтобы не проморгать их подкрепление Меня зовут Лилин Меня зовут Лилин Надеюсь, тебе пришлось полегче, чем нам День задался, а? Бывали и получше Самотохи вещь важную потеряла Зато меня не сожрали, как некоторых Хоть это радует Ам... Что потеряла-то? Мои чертовы сигареты Я была рядом с загоном для рептидонов Когда они вырвались на свободу Пришлось нескольких призывать порядку А потом, когда проверялась, или стелили руки-ноги у меня на месте Поняла, что потеряла портсигар А почему бы тебе самой не сходить? Я обернулась и видела, как двух отличных стрелков жрут ящеры Никакой ей портсигар жизни не стоит И все равно, как же курить хочется Ты сейчас шутишь? Давайте бошку отстрелю Это был юбилейный портсигар, а просто космоса В честь дня основания в... не помню уже в каком году Коллекционеры за такую дорогу дадут Было бы правильно поступить по совести, капитан Бошку ей отстрелить, да? Ладно, хорошо Принесу, если найду Буду тебе еще благодарна Только постарайся по пути руки-ноги не потерять Зараза такая Мне придется искать портсигар Я даже не знал, что здесь есть такое задание Сигнал бедствия-то не то Найдите оружие Путешествие в дыр Найдите сигареты Лилен Хорошо Где они могут быть? Девяносто Вот там? А, окей Это недалеко Я-то думал Стоите там Это недалеко Просто тут, возможно, сейчас что-то начнется, да? Колос, блин Тихо Че там у нас происходит? Вы че, с ума сошли? Где вы? Бломись Все хорошо Подлечим их Но он самый страшный на самом деле Все остальное это ерунда Все отлично Нормально их цепануло Давай за мной А это что за здание вообще такое? Я здесь не был Ладно, прикольно Трупешник Новый объект Загоны для раптидонов Хорошо, ладно Где-то здесь, что ли? Фига она его оставила Юбилейный портсигар Ладно, плевать Изготовлен в честь 50-го юбилея Надежды Как сейчас помню Я только вернулась из школы Папа зажег свечи Перед входом в дом 50-й юбилей Надежды Мы к тому моменту 50 лет Дрифовали Ну-ка, а здесь? Так, по мелочи, я понял Интересно, что она мне даст за портсигар? Ну, хотя бы там 500 кредитов Я не знаю Я заметил, что действительно Очень мало Ну, точнее Что там у нас с вами Биты здесь, да Не кредиты, а биты На самом деле Прям очень мало их Очень мало зарабатываешь Их реально не хватает Ну, привет Еще раз Нет, серьезно Постарайся не погибнуть Я постарался, не погиб Твои сигареты вообще никак не достать Придется их там бросить А мне нужен этот портсигар У меня хорошие новости Нашли твой портсигар То ты шутишь Запугивание Вот что мне кажется Если мне удалось его добыть А тебе нет То ты забрать его у меня не сможешь Зараза Запугивание 45 Ладно, не буду говорить Что достать его было легко Тем не менее Вот он в целости и сохранности О, неплохо Вот тебе за труды 7500 очков опыта Неплохо Ладно Интересно Что стало? И 10000 еще очков опыта 17 того? А что стало с твоими людьми? Да это стая засранцев Не, не Я их люблю Наверное Что? Ладно, забей Катридж с битами 625 Книга нархиста И 11 уровень Вот это неплохо Запугивание у нас с вами Да Оно само по себе просело И оно было недостаточным Но мне кажется Что важнее гораздо это убеждение Потому что я замечаю Что кое-где его не хватает Можно даже ложь немножко качнуть Все в принципе Окей, пока что с этим все Способности мне пока что не дают Может быть попозднее И нам с вами нужно добраться Куда-то вот сюда Если не ошибаюсь Да? Нет? Нет, не туда Что там у нас? Гладис? Нет, Гладис, подожди Молд вулкана Нам нужно с вами чертежи найти Вот там вот схемы Если не ошибаюсь К зданию с схемами Да, можно подкрасться незаметно Главное ноги не преломать Ну-ка Сейчас, секунду Это ерунда И это можно все продать Хорошо Полицейская броня Ладно, это все продадим Где-то здесь вход должен быть Пока нас не заметили Дозорный Ладно, склад Нормально добрались Даже не поцарапали Ну-ка, секунду Терминал Сообщение От Волкова Доктор Крейн Касательно нашего разговора На прошлой неделе Почему место для хранения боеприпасов Просторнее моей ванной? Салливан Принесет вам Три копии запрошенных документов Ладно, подожди От Волкова У меня заканчиваются Запасы кофеина Можно это как-нибудь поправить? Что-то все Остановилось Бумажной работой Верхним листом В папке Лежало подтверждение получения Мне оно нужно В подписанном виде Кстати говоря Что известно о портере Сегодня никто не отвечает На мои сообщения Это Антон был Ну и жизнь творится В общем, ничего интересного Поступление Заметки Все как обычно Частота побочных эффектов Забрал у доку Орсона Забросил обратный ящик деталей Где ты здесь? Если я не ошибаюсь Секунду Я не знаю, что ты здесь стоишь Ты здесь даже не один Ребят, помогаем Нормально Не надо в порвать и стрелять Хотя вроде Френдлифайра нету Но все равно Как-то неприятно Все это выглядит Так Биты Ерунда Стоите здесь Ууу Класс Фекалии Кого-то съели Это выход? Это выход Подожди Где-то здесь Должен быть терминал Ой, привет Зараза, это больно Нормально Ну-ка Нет, здесь никого нет Нам сюда, точно Пахнет, как будто здесь что-то сдохло Скорее всего, так и есть Секунду Запись арсенала Понятно Это где-то здесь Тихо, спокойно Спокойно А я даже знаю, где это есть Это внизу Точно, я же туда ходил один раз Ну, просто что-то вылетел из головы Все правильно Я же проходил Все верно Это где-то тут Но тут должны быть дроны Угу Стойте там Тихо Аккуратно Есть Есть Тихо, 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 тихо Только не умирай Сейчас отличимся Жесткие гады В принципе, здесь ничего интересного нету Потому что тут, по большому счету Техобслуживание дронов И все Ничего такого Там у кого-то рука отвалилась Вот оно Схема Нашли То есть, по большому счету Это все Здесь больше нам с вами Ничего не нужно И с Какого-то сюжетного добра Здесь тоже вроде Ничего нету А, точно На этом складе Должна быть Бочка для нашего Сэма А где? Подожди Деталь для брони Секунду А серьезно А где бочка для Сэма? Ммм Уборная машина Наверху Пять метров Я про это чуть было не забыл Я, кстати, в прошлый раз про это забыл А сейчас Вот он он Бак с кислотой Я думал, там прям огромный бак Все Можно спокойно отсюда выходить Поднять, догоняй Ладно, догоняй Все, забираем И идем отсюда Ну что, все Финалочка Пойдем сдавать все задания Сначала, наверное, дадим с вами афродизиак И посмотрим, что он нам на это скажет Я, в принципе, выспавшийся Вода, еда, нормально Привет Есть новости? О деле, о которой мы обсуждали Ну, ты помнишь О том самом А, мне удалось найти твой эксперимент Подожди Подожди Прекратить разговор Я сначала что-нибудь приму, чтобы Немножко получше себя чувствовать Вот, к финчику А вот теперь поговорим Есть новость, о деле, с которым обсудили Хорошо Мне удалось найти твой эксперимент Ну же, не томи Мои прибамбасы у тебя То есть, ну, не мои Это для других людей Для покупателей Ну что, оставим себе половинку, а? Оставить половину себе Вот, если бы ты правильно настроил оборудование Получилось бы намного больше Приму к сведениям Техник из меня не ахти Нормально Я буду просто магнит В смысле, это для покупателей Я не употребляю Нет, ни в коем случае Договорились Ну, еще как употребляешь Чтобы проверить только и всего Контроль качества Ты бы на моем месте тоже попробовала Я, честно говоря, действительно хочу попытаться Да, конечно А, надержи, я это заслужил Если встретимся снова, когда все закончится Может, у меня найдется еще Хорошо, договорились Получаем биты 1875 Неплохо Вот это хорошо Погнали к Кантону Черт, да, мы бросили лабораторию А что там такого? За что стоило бы умирать? Так они ушли Вот какая-то у вас вообще польза Ну, ты ведь получаешь То, за что плачешь, а? Понятно Привет Дурак Портер и его подручные Оказались еще бесполезнейшими Я думал Они покинули свой пост Безумие Да, да Бандиты скрылись с документами Точно Дружище, нам же с вами документы Нужно отнести на корабль А не ему отдавать Так что бандиты скрылись с документами И это очень плохо Больше мне не на что надеяться Да Печалька Вам удалось найти Джеймсона? Моего помощника? Конечно, он в порядке Джеймсон Я с ним несправедливо поступил, да? Думал лишь о том, повредит он моим исследованиям или поможет Фига там опыта получили Порой легко из-за работы забыть, что важнее всего люди Не, ну, конечно Пожалуйста, не принимайте мою амбициозную зачерствость А за что еще принимать? За сострадание? Если мои коллеги отказываются дорожить своими жизнями Почему я должен это делать? Они только и знают, что жаловаться Они отказываются видеть возможности, которые нам здесь открываются Ладно, хорошо, бывай Неплохо мы с вами прокачались Раз в 12 уровень, обалдеть Бабок подняли Я хочу на самом деле дальше общения качнуть Но вот до 60 Броня оцепеневшей цели минус 50 То есть нам с вами будет легче забить оцепеневшую цель Вот 60, такие есть И на самом деле, вот ложь мне никогда не нужно было Прям очень много А вот запугивание Скорость движения испуганного существа минус 30 Запугивание нужна была Но также, честно говоря Скрытность Скрытие замков, подожди Ну, как видите, я только это прокачиваю в основном А 20 вероятность, что вы отремонтируете предметы И давайте вот это качать инженеры Все договорились, хорошо 15% единиц здоровья восстанавливаются при убийстве А это как-то круто Все, хорошо Это берем На следующем уровне возьмем что-нибудь точнее На следующей способности возьмем что-нибудь другое И последнее, с кем нам нужно было поговорить Это вот здесь вот Отдать чертежи, если не ошибаюсь Нет, не здесь, в соседнем здании Вот здесь вот Слушай, а ты мне потом сам отдашь этот пистолет? Какой из них? Я не знаю Ну ладно, держи О, здравствуйте Кажется, я вас где-то видел Мы не знакомы? Нет Вы кто такой? Я Орсон Шоу Старший специалист по... Секундочку Да мы с вами уже встречались Приношу извинения Вы принесли мне мои схемы? Конечно, принес они у меня Какое облегчение Вы держите в руках плоды многих месяцев труда Постой-ка, продукция плод так отрабатанна Почему вы не сдали схемы? Ммм На самом деле, кажется, нужно отдать схему просто ему Потому что... Да, просто дадим схему Итак, это сюда Здесь надо прикрепить А тут поднажать Фишка в том, что... От него должны оружие включить Вуаля, наконец-то мой маленький проект Можно считать завершенным Слава закону Так... А, хм Нельзя, чтобы меня с этим застукали Возьмите Если научное отдело купит у меня схемы Возможно, первые середины экземпляры я дам именно вам Я с вами свяжусь, хорошо? Да Я свяжусь Я свяжусь Окей, подожди Нет, нет, нет Одну секундочку, дружище Я у тебя воспользуюсь верстаком Это раз Починить сделаю Отремонтирую сейчас вот это добро И вот это добро Дальше Работать улучшу Вот эту плазменную винтовку Хотелось бы новую винтовку плазменную найти Посильнее, чтобы была Хм Ладно, я тебя понял Слишком дорого Я нашел вот такую штурмовую Можно было бы сделать плазменной Но я должен был от тебя получить Поверенная книга анархиста Это не от тебя Это от нее Вот это вот Вот Ультиматум Оплот Уровень 11 Легкое оружие Давай-ка вот сюда Вот это круто Вот сюда, пожалуйста Не перекладывается А улучшить могу Прямо за копейки 37 Классно Смотри, какой урон Это пистолет И там еще было Умелка Плюс 50 урона С оружием Вот такого научного 306 Ты сейчас шутишь? Уровень улучшения Да, понял Не может быть больше, чем Уровень персонажа Итак, снаряжение Оружие Это пошло вот сюда Нет, не сюда Вот так вот, наверное Окей А вместо молота Мы с тобой поставим Ну, например Вот такой офицерский меч Что он делает вообще? Одноручное оружие Урон 68 Кровотечение Ладно, пускай будет он Ну-ка Прикольно, блин Ты стануть бы на тебе Ну ладно, не будем Ну И репутация с тетей Клео улучшена Кстати, давайте посмотрим Нашу репутацию Вот это прям действительно интересно Потому что я давненько туда не смотрел Итак, персонаж Репутация Монарх Мы там не были Просто космос Неплохо Отрицательная 16 Положительная 99% Это как так? Цена торговства снижена на 25 Тетя Клео Приветливая 40-0 Дезертира Уважительная 100 Неплохо Договорились Ну что ж Я на самом деле предлагаю На этом сегодняшнем выпуск завершить Здесь абсолютно точно Все задания выполнены На страже здоровья Поговорите с доктором Вернитесь к Глэдис И оружие бездны Найдите научное оружие На первопроходцы А, кстати Здесь я не был Действительно И у Финилса А мы сейчас с вами нашли На этой как раз карте И это Ну а с вами как раз Первое научное оружие Можно было бы это стануть Но нет Нет, не сегодня На этом пока что все Если понравилось Пожалуйста поставьте лайк В следующем выпуске Протестируем это оружие Так что не забывайте подписываться Чтобы его не пропустить Удачи друзья Пока Увидимся в нем